Надо было всему лагерю дать камеру, чтобы они все поснимали. Первое, что им нужно будет подтянуть, так это русский язык. Сейчас я буду тестировать пылесос. Давайте я тоже с вами поиграю, я тоже хочу. Все-таки решила она снять. Ух ты, классно. Доброе утречко, всем привет. Встаем, подъем, подъем. Привет, привет, доброе утро. Встаем, встаем. Все спят. Тут тоже спят. Заходите, заходите. Думаю, заходите. Так-с. Давай, все. Бонни, буди свою хозяйку. Давай, давай, буди. Скажи, стояй, подъем. В школу пора, в школу пора. Не знаю, как наверху, там у соседей дети под нами. Ой, над нами дети. Они уже там 7 часов бегают, как кони. Откуда у них столько сил с утра? Ну, вот это сверху. Уже слышно, как они тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук бегают. Спряталась куда-то от меня Спряталась Ты от меня не спрячешься Мама, я хочу Ну надо сиропчик выпить, Ксю Надо, надо Чтобы не кашлять в школе И мне еще нужно домонтировать Влог с лагерем Сегодня он выйдет Если кто-то еще не посмотрел, то по ссылочке в описании можете перейти А мне чуть-чуть осталось Просто наложить музыку фоновую И немножко добавить эффектов И все, я вчера лагерировала до 2 часов ночи Утречком был дождь А так вообще всю эту неделю нам обещают Грозы Ты уже гуляла Наконец-то приехал мой колесо Ну что, нужно собирать И смотреть Как он работает Вот здесь вот два аккумулятора Один здесь, другой там заряжается Ксюнчик пришел Как у тебя горлышко? Не кашляло? Чуть-чуть Молодец Давай сиропчик выпьем Твой любимый вкусный Тестировала я немножко пылесос В принципе, мне все устраивает Рука устает В общем, нужно привыкнуть к этому весу Потому что Тяжелый сам по себе Пылесос Именно вот эта вот штука Вот это вот нужно привыкать Такой тяжеловатый А так чистят очень хорошо Еще нужно попробовать пропылесосить машину Вот заряжается аккумулятор второй У этого пылесоса два аккумулятора Одним ты пользуешься, второй заряжается Очень удобно, потому что у нас квартира очень большая И один аккумулятор на всю квартиру На 150 квадратных метров Это, конечно, мало Мы переворачиваем И у кого лучше, тот забирается У кого больше, да? У меня последняя Она мне мячик приносит, чтобы я ей кинула Это хоккейный мяч Мы его внизу нашли Чао Он похудел, что-то, что-то, знаешь, падает А? Что там за блоглосы? Ксюша, делал Миро! Чао! Маргу, чу? Надо было всему лагерю дать камеру Чтобы они все поснимали Ксюша, ты что делала в столовой? Тебя там нашли? Тебя там нашли? Ты ушла в тайну? Привет! Марго! Я так понимаю, самое любимое слово от твоих подружек это слово «привет». Надо было еще научить какому-нибудь слову. Ответим на самый часто задаваемый вопрос, где же будут учиться девочки, когда мы переедем. Девочки хотят учиться в онлайн-школе, но проблема в том, что в Испании вообще нет домашнего обучения. Есть частные школы, есть государственные школы, но онлайн-школы нет. И мы решили, что попробуем найти русскую онлайн-школу. Мы уже рассматривали много разных вариантов. И тут недавно нам посоветовали одну школу, которая называется SkySmart. Я ее уже изучила, зашла на сайт. Кстати, ребята, напишите в комментариях, может быть кто-то уже из вас там учится. Если нет, если вам тоже интересно, то мы можем ссылочку вам оставить на этот сайт, и вы можете изучить информацию подробнее. А сейчас я покажу девочкам. Вам интересно? Угу. Там есть очень много плюсов. Мне много что понравилось. Я сразу вам покажу. Я уже здесь все просмотрела, я все изучила. Вот онлайн-школа SkySmart. Здесь, видите, много всего. Кстати, здесь есть даже дополнительные занятия по шахматам. Это дополнительное занятие. Можно научиться играть в шахматы. Еще, что самое интересное, что мне тоже понравилось, есть программирование. Они вас научат, как можно создавать игры, например. Вот это мне тоже очень понравилось. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Здесь также есть английский язык. Английский язык, я считаю, это обязательно нужен. Так, Маргоша у нас идет в седьмой класс. Физика с седьмого класса начинается. Тут есть английский язык, это вообще супер. Кстати, я увидела, что здесь есть пробный бесплатный урок. Ну, пробный. Ты заходишь, и тебе проводят пробный бесплатный урок. Обязательно мы пройдем. Крупнейшая онлайн-школа от создателей SkyEnd. Смотрите еще. Учителя регулярно проходят повышение квалификации. Это тоже замечательно. Методика, платформа и результат. 8-10 родителей видят прогресс после 8 занятий. Как вам, нравится пока? Очень. По цене в этой школе выходит даже дешевле, чем обучение с любым репетитором. Преподаватели помогают подготовиться к экзаменам и в особенности к ВПР. Что тут еще говорится, что очень много положительных отзывов. Заниматься с преподавателями можно из любой точки мира, что нам и подходит в принципе, да? А также они помогают не только детям, но и родителям. А именно экономить время на выполнение домашнего задания. Это просто нам очень надо. Это означает, что вам не нужно помогать. Они помогают с выполнением домашнего задания. За счет этого у тебя на это уходит меньше времени. Ты быстрее сделаешь домашку. У нас здесь такого нет. У нас здесь преподаватели вообще не помогают. Вообще просто. Ребенок приходит домой, делает домашнее сам. Как умеешь, как знаешь, так и делает. У других тоже 100%. Поэтому, конечно, в онлайн школе очень много плюсов. Мне кажется, у вас будет больше свободного времени. Ходить на пляжку, в бассейне. Смотрите, что я нашла. Помощник покажет ответы на школьные задания и алгоритм для их решения. Я так понимаю, что это как готовое домашнее задание, только вам помогут и покажут, как решить. Не просто списать ответ, а именно покажут алгоритм для их решения. Это вообще супер. Смотрите. Если ты что-то не понимаешь, у тебя помощник будет поможет решить твою домашку. Насчет Макса Каролины я не знаю, пойдут ли они в русскую школу. Потому что с русским, конечно, у них немножко не сложновато русский язык. Пока эта школа у нас на первом месте. Так, еще один факт о школе SkySmart, что ученики поднимают свои оценки на 1 балл в течение одного месяца. То есть они учатся и у них уже через месяц они на 1 балл идут выше. Вот русский язык, я точно знаю, что им придется подтянуть русский язык. Потому что русский язык они знают только разговорный. Ну они умеют читать, они умеют писать, но с ошибками. Вот грамматику им нужно будет, ой, как хорошо подтянуть. Я ничего не умею. С русским, да, вот самое первое, что им нужно будет подтянуть, так это русский язык. И математик потом. Нет, математика. Нет, да. Ну там нужно посмотреть, потому что у нас здесь одно, а, допустим, в России, да, совсем другая программа. И там они уже, мне кажется, посмотрят и решат, что вам нужно. Либо вы отстаете, или, скорее всего, отстают, потому что, насколько я знаю, программы разные, и в России намного вперед уходят, чем мы. Поэтому вам нужно будет и математику подтянуть, и русский язык. Будем подтягивать. Я хотела сейчас включить пробный урок, но, оказывается, нужно записываться. Ты записываешься, видишь, пишешь имя родителя, телефон, почту. Я так думаю, тебе на почту пришлют время и день, в который ты можешь зайти и сделать, потому что они же сейчас, они же не сидят 24 часа. Ну да. Там ждут, пока ты придешь на пробный урок. А также у SkySmart есть промокод FAMILYBOX. Промокод дает вам плюс 2 урока бесплатно при первой оплате любого курса занятий от 8 уроков. Ссылочку я оставлю в описании. Я сегодня решила пропылесосить матрасы. Давно я это не делала, а именно вот этим пылесосом. Пылесосы нет. Так, нет, это опасно. Каролина, нет, он очень сильный, он может ножку тебе поранить. Музыка Ты когда зашла? Я тебя даже не слышала. Кто тебя открыл? Не знаю. В смысле, не знаю? Через окно, что ли? Каролина помогает. Каролина? Сейчас я буду тестировать пылесос, а именно я буду пылесосить. Макс, отходи. Отходи, отходи. Вот тут все вот эти вот щели. Вот здесь вот я сейчас буду пылесосить. Музыка Хорошо убирает. Тут я никогда не пылесосила. Музыка Ох-ох, что здесь творится. в ящиках. Голова от лол. Каролина всем голову поотрывала. Ну что, пропылесосила всю комнату. Единственное, осталось только убрать на столе, на рабочем. Вот так все убрала хорошенько. Так, а я двигаюсь дальше. Мне кажется, нужно уже это теплое одеяло убирать. Мы укрываемся просто под одеяльником, а одеялом уже очень жарко. Поэтому, мне кажется, нужно его уже сложить и убрать. Давайте я тоже с вами поиграю. Я тоже хочу. Я пока две комнаты убрала, не могу. У меня спина болит. То есть не спина, а поясница. А в ваших комнатах матрасы, наверное, я завтра пропылесу, чтобы я устала не могу. И мне еще нужно кушать готовить, а уже пол пятого. Меня хватило только на две комнаты. Раз, два, три. Кого больше нет? У меня, у Тихана. Раз, два, три. А что это происходит? Это Джонка. А, Джонка. А как там? У него же. Да, извините, мы это тоже. Потом кто-то уже. Я выиграла. Первый раз играла и выиграла. Ладно, пошла я кушать и готовить, а вы дальше играете. Я долго не могу сидеть. Мне подскажут, что сегодня готовить. Пельмени, суши. Пельмени, суши. Еще что? Да, сейчас раз, два и готово будут суши и пельмени сразу. Я думала, думала и придумала, что я буду готовить. Я сварю рис и вот такие вот рыбные палочки. Все, включаю варить рис. Все. У меня от этой кастрюли разбилась крышка и теперь вот эта вот, которая не по размеру, закрываю. Но потом по краям водичка капает. Когда уже начинает кипеть, варится, капает вода неудобно. Не могу найти вот такую вот крышку такого размера, либо кастрюлю новую покупать надо. Кстати, знаете, как я избавилась от муравьев. Несколько недель они нас тут мучили, бегали везде. Я перепробовала много способов и нашла один, который сработал. Засыпала содой, солью, с уксусом. В общем, много чем заливала. И последний способ, который я попробовала, это лимон. И натерла вот эти вот края, где они вот, они же по стеночке идут всегда. Я вот здесь вот лимончиком натерла все. Очень много было мурашей в туалете. Точно так же я намазала там, где они у меня бегали и все. Ни одного нету. Я решила перевесить свою ленту со стены на кровать. Пока я еще не доклеила, вот так вот пока что выглядит. Теперь кровать у меня будет светиться. Мам, принеси скотч. Ух ты, классно. Она прям у тебя такая, как это, космический корабль теперь у тебя. Она уже просто на потолке не держалась вообще. Она у тебя упала, что ли? Она на полу валялась. А, и ты увидела, что она красиво светится, да? Вот так вот пришла идея наклеить на кровать. Я просто вот сюда, вот сюда. Потом вот так просто приклеить. Вот такая вот кроватка с подсветкой. Даже интересней, да? Чем она потом на стене. Ну, на стене хотя бы тоже прикольно. Ну, у нас больше нет. Нет. Ну, вот и Каролина то же самое. Хочу оранжевый. Здесь это была наклеена лента, и она сказала, что она хочет тоже накрывать. Дай, хочу. Там можно любой цвет, Макс. Видишь, какой. Хочу. Оранжевый. Вот и все, вот вам двоим будет светить. Смотри, у меня светит. Угу. Только когда будете спать, я вам буду убавлять вот так вот, чтобы сильно не было ярко. Нет, а то глазки должны отдыхать. Все, ты убрала? Все убрала? Я хочу брать вот эту коробку и вот эту коробку. А там у тебя что? Все маленькие вещи. Это все маленькие вещи? Пылесосила Бунькину кроватку. Диванчик у нее такой. Когда принесешь ее кроватку, которую ты шила? На следующей неделе. На следующей неделе? Последний день. Понятно. Тебе нужно, наверное, опять какую-нибудь перестановочку придумать. А? Нет? Не хочешь? Кстати, вот эта вот гирлянда, она не работает. Ее нужно снять. Ну, она хорошо смотрится. Но она как-то... Ну, да. Как-то странно она просто висит, как бы... Все-таки решила она снять. Можно потом еще... Она то ли перегорела, то ли что. Я не знаю, что с ней случилось. Это не перегорела. Да? В образе. Че ты будешь ее хранить? Игра. Ой, да что такое? Бонь! Что такое? Чему я чихаю? Это пыли-то. Ну, короче, вот это вот все нужно отдать. Это все маленькое. А вот эти вот книжки... О, господи боже мой. Это Куэнтос и Брокхау. Брокхау. Мне кажется, здесь пыли много в этой одежде. У меня прям нос чешет. Это можно. Кальтос. Крышики выдавила, что ли? Нет. Ну что? Все, ложимся спать. Спать! Макс, пожалуйста, давай не будем ходить туда-сюда. Пижаму надевай. Видишь, я же сказала, что она упадет. Нужно ее приклеить чем-то. Она так не будет держаться. То ли у меня аллергия, то ли я простыла. Ой. Нос чешется. Корло чешется. Желтый. Ладно, ребят, будем отдыхать. Мне еще видео монтировать надо. Мама. Мама. Мама желтый. Ну хоть какой. Просто нужно убавить немножко свет. Выключай телефон. Боника, пока. Пока. Вот этот бальдик. Видишь, я иди, я иди. Но это будет не так. Окей! Глаз это что? Суприм. Мама, завтра рано. Завтра рано. Ах рано. Встает, ох рано. Встает ох рано. Балерии от здесь, в одном из слёдных п riches. с обедом в Северской поле. Нашему Паблу это не будет счастья. Слушай внимательно, Эстарь. Только нашему Паблу это не сделает.